Или, ну, знаете, как заканчивается Евангелие от Матфея? Евангелие от Матфея заканчивается так. Идите, научите все народы. А, классно, да, там. Ну, это нормально, потому что и ученики раввинов шли и учили, то есть это естественно. Очень, кстати, достаточно биудейский контекст. Идите, научите все народы. Сделайте учениками, да. Потом, кстати, в деревне была самая большая школа в Вавилонии, да, вот. А потом такая фраза. И научите их всему, чему я вас научил. И вот, смотрите, когда мы вырываем этот текст, мы говорим, о, надо научить все народы. А потом такой момент, а научить всему, чему я вас учил. Тут вопрос возникает, интересно, а чему же, а чему. А вот здесь это правило, значит, иди читай с самого начала Евангелие от Матфея. Вот это вот принцип. Читай сначала. Или потом фраза, и вот я с вами во все дни до скончания век. Есть такие календарики, Божьи обетования, всегда, стоп. А контекст какой? Когда мы идем, учимся народы, проповедуем, живем, я с вами. Почему? Потому что вы в моей теме. Он с нами, не потому что просто он обязан быть с нами, а потому что мы в его теме. Это Божья история, это не наша история. Бог пишет свою историю, и мы часть этой истории. Потом еще интересный момент. Я с вами. Вот это вот помните, я говорил, инклюзия. А как начинается история Евангелия Рождества? И дадите ему имя. И дадите ему имя. Эммануил. Это тоже непросто. А внутри Евангелия, понимаете, да? Начинается с фразы, это Эммануил, Бог с нами. И дальше этот Эммануил говорит в конце. Я с вами. Ну, понимаете, очень важна форма, структура, ключевые слова. Оно все непросто. Все эти кирпичики, все эти вот детали, они неспроста. Так мы собираем. Но Матфеев увлекательный Евангелий. Кстати, мой первый опыт прочтения Евангелия, я еще был неверующий, я его прочел, даже в таком синодальном переводе, а потом читаешь Марка, уже не то ощущение. Не так фразы построены, не в основном, покороче. Хорошо. Продолжаем. Значит, теперь у нас проблема, как от текста перейти к проповеди. И теперь, когда мы изучили текст, форму, содержание, помните, там, тему, отрывка, мы поняли его, смысл, значение, там, функцию, нам нужно формировать идею для проповеди. Это так называемая гомелитическая идея. Теперь, и вот, чтобы попасть в цель, да, видите, вот такой вот лук, цель, и нужно, чтобы эта цель достигла, чтобы мы достигли, вернее, цели. Поэтому мы формулируем идею для проповеди. В качестве иллюстрации я хочу взять одну такую картинку-стрела, но вот всегда есть проблема, да. Во-первых, поиск темы для проповеди. Для некоторых, вот, особенно если вам говорят, вот, давайте, брат или сестра, вот, вот ты искаешь проповедь, да, и сразу раз, нужно, ну, о чем говорить? Значит, поиск темы. И, конечно, человек думает, какая тема интересная, какая важна, какая необходима, актуальна. Я не всегда люблю проповедовать в других церквях, потому что, ну, в нашей-то я знаю, чем мы живем, о чем переживаем. Вот, я не знаю, еду я, что их там беспокоит, о чем они думают, или просто как афиняне любят просто послушать что-то новенькое, интересное, да, вот. Ну, это всегда вопрос, о чем. Поэтому легче, когда говорят, вот мы сейчас, там, изучаем вот это, нас сейчас волнует этот вопрос. Я всегда собираю информацию. Ну, что там? Вот так, есть, конечно, так, в общем о жизни. Мне так и приходилось, когда едешь, у меня была такая проповедь, так, на разные случаи, так и называлось, как жить сверхъестественной жизнью. Поэтому я так и начинал говорить, что я не знаю, вы живете здесь, допустим, Киев, там, Донецк, Харьков, а я приехал с Одессы, ну, у нас разные, но у нас есть всегда одна тема для разговоров. Это мы говорим о жизни. В электричках, там, в маршрутках, в поезде, там, еще мы говорим о жизни. Но христиане, они не просто живут, мы живем сверхъестественной жизнью, мы живем в жизни с Богом. Значит, это тоже есть что-то общее. Опять, я так, как бы, такая, ну, создаю общее поле, общий контекст. Поэтому очень важно знать, в случае для меня и, ну, я думаю, для каждого проповедника, что же будет интересно, что важно, что актуально. Но если, допустим, мы нашли, мы знаем тему, идет следующая проблема, поиск текста. Ну, какой текст, да, нужно найти? Это вот проблема. Вот я помню, когда мы были молодыми проповедниками в аптистской церкви, нас было четверо, и мы должны все четверо отпроповедовать. Ну, такой вот была, одна проповедь, тоже одна проповедь, да, на богослужение. Ну, я помню, там, чтение Тора, а потом, да. Ну, классики, в аптистах, пятидесятников, кстати, тоже классических не было, да? А вы неправильные пятидесятники, значит. Вообще, никакие не пятидесятники, да? Вот, видите, я сразу вас узнал. Вот это первый-первый признак неправильных пятидесятников и неправильных аптистов. Нет, тут трех-четырех проповедей. Все это... И вот мы сидим, значит, у меня есть классная идея. А где, братья, где можно найти текст? То есть, не идея, которая исходит из текста, да? У нас есть идея, тема, а ну какой там текст подойти? И, конечно, многие учебники по гамилетике, многие там преподаватели скажут, это неправильно, всегда первый текст. Да, но не всегда так. Я приглашаю, говорят, вот у нас такой праздник жатвы. Все, уже дано направление. Мы хотим вот такую тему. Не всегда, бывает так, я читаю, читаю раз, и уже темы. И один сказал великий проповедник, когда вы спросили, как вы готовите проповеди, или как вы к ним готовитесь? Я не готовлюсь к проповеди, я просто изучаю Писание, сказал он. Это тоже правильно. Когда человек погружен в Писание, изучает эти проповеди, просто вырастают, как грибы. Он укоренен в Писании, да? Но не всегда бывает так, потому что всегда хочется такой чистый, рафинированный вид сделать все. Раз, я такой библейский, я читаю, и вот мне... Нет, у тебя приглашают, говорят, вот у нас такая тема. Допустим, я как-то был в одной конференции, нас такая вот тема интересует. Все, я, значит, тема есть, ну, в случае идея, я могу тему уже там доработать. Идет подбор стихов, подбор текстов, в любом случае. Бывает так, бывает так. Когда впервые вышло издание Нового Завета под переводом Кузнецовой, Радостная Весть, я читал обычные, вот эти вот, знаете, затертые, ну, как уже проторенные дороги, да, вот чтение Евангелия, то есть новый перевод, какой-то новый акцент, и открываются какие-то, ну, интересные грани, писания, которых раньше ты не замечал, и это уже, ну, было столчком для проповеди, то есть оно вдохновляло такой вот вид, видение, ну, вот этой истории, да, или там какой-то истины. То есть и так, и так, в любом случае будет проблема, тема, какая тема, какой текст, или подойдет ли этот текст. И я помню, когда, вот если мы ищем, вот этот текст, не этот текст лучше. Ну, конечно, оно так смешно, сейчас оно все так лепится друг к другу, ну, не очень. И будет ли текст интересен? Ну, бывает, знаете, такие тексты, они очень интересные, а он нужен ли он сейчас? И интересен ли это книга, или это фрагмент? Ну, например, церковь, молодежная церковь, много молодых, а мы начинаем там проповедовать о проблемах, там, скажем, Захарии и Елизаветы, да, или там Анна, которая молилась, потом родился сын Самуил, да, то есть, ну, есть тексты, которые, ну, ну, сложно, да, вот, поэтому это всегда проблема. И есть проще, когда есть проповеди по заданной теме, вот, например, есть церкви, где у них есть такие лекционари, или годичный круг тем, это у лютеран, по-моему, у методистов, не так, у пресвитериан, может быть, ну, немножко в традиции еще старой, так старой, западной традиции, у православных есть там годичный круг праздников, и там проповедники, если там есть в храмах, ну, обогащение будет проповедь, там что-то там сделают. У свободных евангельских нету такого, то есть, хотя все больше и больше приходит такой идеи, ну, таких циклов, кто-то на год расписывает, я на сезон, мы делаем на сезон, то есть, и это какой-то порядок, у меня есть еще два таких помощника, которые могут проповедовать, то есть, они уже знают, могут себя вписать в какую-то тему, им уже проще, они слушают, 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 ага, и видят, как могут себя вот в эту конву. То есть, это всегда, это будет для вас тоже вопрос, когда вы перейдете, вам нужно, если будете проповедовать, с чего начать. Хорошо, если у вас там уже есть какое-то чтение, да, у вас есть какое-то расписание, ну, вот это проще, но в любом случае, даже когда скажут, говори на эту тему, все равно, вам уже эту тему не дадут, так же ведь? Ее не дадут, значит, нужно ее сразу приготовить, и сказанная тема одним проповедником может быть совершенно по-другому сказана другим, понимаете, да? И вот мы сейчас переходим к нашей идее, как же сделать путь Слова Божьего, выразить его, сделать этот сигнал, вспоминать эту коммуникацию. Я предлагаю такую очень простую идею. Пусть ее простота не сильно вас так скажет, а вы скажете, это слишком просто, давайте начнем с простых вещей. Я молодым проповедникам советую начать с простых вещей. А может быть они потом станут и основанием, и основным видом проповеди, может быть потом, то есть поэтому есть разные книги, они говорят, нет, вот такая, нет, да любая. 50 лет назад никто не мог помыслить, что будет проповедь с фауэрпоинтами, там. И даже сейчас я говорю, у вас есть, парень? Не, у нас нельзя, у нас нельзя. Ну все, понял, хорошо, без проблем. А у нас два экрана, то есть мне уже нужно, мне уже мало одного. То есть, ну, и через 15-20 лет еще что-то будет, и ничего мы с этим не сделаем. И ничего мы с этим не сделаем, понимаете. То есть это коммуникация. И мне интересно, например, мне говорят, как это, у нас был сезон созидания и восстановления дома, да, вот в прошлом году осенью. У меня где-то есть фотка, я покажу, там, я в каске, значит, или в ВКонтакте, кто-то есть ВКонтакте, Сергей Бермус, зайдите ко мне на страничку, там, значит, я в жилетке такой, каска, тут стол, там, мусор, лопаты, ботинки старые, мы там делали ремонт, то есть все. И мы так вот три части делали. Многие говорят, как это, ну, я хочу показать, что мы строим, мы созидаем, а строительство всегда, оно, дело, то есть, почему? Я хочу, чтобы это, ну, слышалось, виделось людьми, потому что я хочу донести истину Божию. Иисус Христос брал там какую-то веточку или показывал пальцем, он вышел сеять, или ничего страшного, но это была картинка, но словесная. Поэтому манеры, стили, я сейчас их не обсуждаю, то есть, если слово приходит, главное, чтобы это не было шоу, главное, чтобы проповедь Слова Божия не было просто шоу, когда просто проповедник покайфует в свете Юпитера, да, это как вот, да, такое есть, есть вот, иногда приходится говорить, что служение в церкви, это не на сцене служение, потому что есть такие люди, им нравится, вот, можно я послужу Богу, как, я хочу стих рассказать, ну, какой там рассказывает, классно, это служение, но некоторые подсаживаются вот на такое служение, поэтому это всего лишь один процент из того, что может делать церковь, вот, поэтому проповедь, может быть, какое угодно, но только не шоу, и не ради шоу, да, то есть повеселить, вот, я слушал такие, насмеялись, наржались, весело, интересно, ну, круто, ну, и все, и это мы как мантру должны сейчас выучить, один текст для проповеди, один текст библейский, отрывок, да, ну, просто, под текстом, один отрывок, для начала, для начала, я говорю, мы начнем сначала, понимаете, чтобы проповедовать и жонглировать несколькими текстами или историями, их нужно мастерски обработать, я проповедую, могу использовать много текстов, но мы начнем сначала, и вы увидите, что это гораздо легче, проще, иногда я сам, когда сажусь и когда слушаю, когда перечисляю там 10 стихов, будьте уверены, не все люди, во-первых, не все проповедники могут мастерски преподать истину с 5 текстов, будьте уверены, что еще больше людей, то есть, не смогут запомнить все этих 5 текстов, вы согласны? Не запомнят все 5 текстов, поэтому, а наша задача, чтобы человек запомнил то, о чем мы говорим, значит, первое, для начала, потом вы можете хоть 20 брать текстов, если вас будут, помните, это не обучение, понимаете, не лекция, это проповедь, поэтому один текст для проповеди, одна тема из этого текста, даже тема не само текста, а тема для проповедей, одна тема, одно значение и одно применение, да, то есть, для начала, вот это стрела наша, да, один текст, одна тема, одно значение и одно применение, вот это вот, мне как-то, как одно, там же, там 300 может быть применений, человек пришел в церковь, и может быть, он сегодня, вот как-то вы уговорили человека прийти, он пришел, один раз в церковь, может быть, он больше к вам не придет, если вы скажете, 5 принципов, или 5 применений, он не запомнит, говорят, ну, обычно говорят, как-то, человек может для себя выбрать, ну, выберет, а если он просто, ну, не выберет, ну, это, а так он выйдет с одной, с одной истиной, которая будет его побуждать к одному действию, понимаете, да, возможной импровизации, да, я сказал, что возможной импровизации, но хорошая импровизация, когда очень хорошее основание, поэтому мы начнем, самое хорошее основание, это простое основание, но мы начнем с простого основания, один текст, одна идея, или одна тема, одно применение, есть, и тогда, сколько у вас не было там бы пунктов проповеди, они все, достигнут одной цели, значит, идем по порядку тогда, первое, одна тема для проповеди, давайте выберем какой-то текст, какой вам нравится текст, он такой, несложный, ну давайте вот Матфея, да, Матфея, великое поручение, вот мы как его коснулись, это 20 глава, или не 20, 20, 20, 20, 28-я глава, 18-20, 28-18-20, и приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле, итак, идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и вот, я с вами во все дни до скончания века, первое, когда мы выбираем текст для проповеди, это должен быть текст с четкими границами, то есть он должен быть законченный текст, какой-то блок, пусть это часть какой-то большей части, но он должен иметь начало и конец, не полфразы, и сказал, и пошел Иисус, и вот знаете, Иисус ходил, он таки пошел, он ходит, Иисус не стоит на месте, и это можно, знаете, два часа, вот это вот, и все, да, мих, а он здесь ходит, а он здесь, и мы заводим друг друга, все раз, нормально, классно, потом вышли, барабанщики там сыграли, и все пошли довольны, нет, должна быть истина, должна быть текст, ну, законченный, если это история, она должна быть в начало и конец, мы можем выбрать какой-то фрагмент потом, да, но мы должны исследовать законченный текст, конечно, здесь можно вот, начать с 16 стиха, 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и увидев его, поклонились ему, а иные усомнились, в принципе, вот он блок, давайте теперь сделаем такое, маленькое, значит, какие, сколько здесь, какая, во-первых, тема, этого отрывка, с одной стороны, это повеление идти, провозглашать, учить народы, да, дальше, что здесь еще, крестить, Иисус говорит, что он получил, он получил инаугурацию, власть, смотрите, здесь миризм, да, я получил власть, где? На небе и на земле, это, смотрите, часть вот этой, вот, смотрел небо и землю, видела новое небо и землю, и он имеет власть над этой, небом и землей, да, ну вот здесь, одни усомнились, да, другие поклонились, какие еще, то есть, видите, ну, есть главная идея текста, одна, да, но тем здесь можно найти множество, и все темы хорошие, и есть искушение все эти темы рассказать, так вот не надо, если вы хотите провести занятия, обучение, сделайте цикл, будете рассказывать все эти темы, но вы выходите, я добавляю к этому один текст, одна тема, одно применение, еще одно слово, одна возможность сказать это людям, вот, в формате 20 минут, одна возможность, на лекции можно вернуться, на обучении есть переменка, можно что-то досказать, поэтому здесь не так проблемно, но проповедник начал, закончил, сел, у него была одна возможность, для одной темы, поэтому есть, думают, а, 20 минут, это же надо успеть все рассказать, и давай, и так, и так, это все важно, братья и сестры, не думайте, что это все важно, это вот важно, 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 и мы знаете, что запомним из этой проповеди, что это было важно, но мы не запомним, а что было важно, и теперь, как с этим жить, и что с этим делать, но мы будем ходить серьезно, потом дальше будем передавать, а важности, и будем важными очень, значит, мы выбираем одну тему, но, прежде чем мы выберем одну тему, давайте мы, что сделаем, помолимся, да, ну, понимаете, я такие аксиматичные вещи, то есть, ну, упускаю в лекциях, хорошо, то есть, я предполагаю, ну, как мне, ребята в церкви, ты мало проведаешься десятине, то есть, я говорю, я когда-то пару лет назад об этом говорил, нет, знаете, как, и у нас нету закона по поводу десятины, ну, объясняю, почему, для меня приношение, ну, это, каждая церковь, да, каждый монастырь свой устав, это как, ну, как можно заставить человека молиться, поклоняться Богу, это часть возрастания, часть нашего хождения перед Богом, если мы будем, скажем, ты должен сидеть, значит, и будем следить, значит, надо следить, как человек молится, сколько он молится, как он поклонится, то есть, это все часть поклонения, верности, то есть, и объяснять человеку какие-то прописные вещи духовной жизни, ну, я могу, но нужно, нужно надо, каждый, нужно молиться, нужно читать Библию, но мы просто устанем, и постоянно эти вещи повторять, ну, так, теперь мы сделаем такое маленькое упражнение, для начала это текст, сделаем, посмотрим его структуру, потому что у нас есть тема, но мы хотим все-таки, вы так забежали вперед, но посмотреть, насколько тема будет выходить из текста, сейчас я сделаю такую вот у нас тут наглядную, не агитацию, а, я хотел с вами потренироваться вчера, но заговорился с притчей, я вам дал листочек по помните структурами, да, сейчас мы сделаем маленький такой, маленький урокчик, урок, всего лишь, сейчас я выведу, по-моему там нету, но нам не надо, смотрите, я сейчас просто выведу, будет на экране немножко, и мы, значит, какая идея, простой метод логической прогрессии, видим, главные части предложения, второстепенные, начать так вот, одиннадцать учеников пошли Галилею на гору, куда повелел Иисус, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились, здесь вопросов не возникает, давайте мы этот текст удалим, он нам пока не нужен, а поработаем сейчас с этим, вам видно, сейчас чуть-чуть, так, значит, Иисус подошел и сказал, и давайте мы так, это, дана мне всякая власть на небе и на земле, вот про возглашение, так, сейчас мы уберем нумерацию цихов, чтобы она не занимала лишнего время, то есть место, вот, можно так сказать, дана мне всякая власть, ну, и так выделить на небе и на земле, да, то есть это как, можно оставить в одной строке, ну, главная идея, дана мне всякая власть, есть маркеры, да, вот, которые говорят, что, помните, из уроков русского языка или даже иврита, есть сложно сочиненные предложения, сложно подчиненных, очень важно посмотреть, как развивается, идет повествование через сочиненные и подчиненные связи, поэтому смотри, так, провозглашается, дана мне всякая власть на небе и на земле, да, то есть показывается, и вот это и так, смотри, и так, поэтому, если я царь вселенной, царь всего, Господь, господствующий, то я, у меня есть к вам, не то чтобы просьба, не то чтобы предложение, у меня уже готовы визы, в разные страны, все, теперь я вам даю эти виды, то есть я принес вам паспорта, с фотографиями, я договорился, идите научите все народы, первое, так, потом, но как учить, значит, крестить, крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа, дальше мы так немножко, туда вот, все это вместе, да, путь часа соблюдать все, что я повелел вам, и это следующее предложение, это простая, то есть мы берем, в левом углу, смотрим, в левом углу оставляем, в левой части оставляем главные заявления, правые уже такое, подчиненные, и то, что объясняет, обычные уроки, помните, по разбору предложения, существительное, сказуемое, подлежащее, дополнение, определение, и так далее, и так далее, это очень важно, я когда это узнал, впервые думал, ну почему я так плохо учился в школе, вернее, как учился, не хотел учиться, потом пришлось все это повторять, поэтому лучше, лучше сразу, когда есть возможность, и вот я с вами, во все дни до скончания века, можно сказать, что есть таких три основных фразы, ну для заявления, дана мне всякая власть, провозглашение власти, потом повеление, идите научите все народы, а это все объясняет, каким образом, некоторые, в ряда греческом, и так, ступайте, научите все народы, и крестя, уча, это больше как не, вот даже сюда вот так, это часть научения, мы говорим, научить, крестить и соблюдать, нет, часть научения, это крестить и учить, соблюдать все, что я повелел, понимаете, то есть это не равноценное, то есть это не три пункта, идите учите, крестите, научите, крестите и учите, нет, научите, крестить и учить, Вот оно великое помещение. Итак, первое, провозглашение власти, второе, повеление, третье, скажем, заверение. В принципе, у нас, можем сказать, что у нас есть уже пункты для проповеди. Все зависит от того, какой вид проповеди у вас будет. Но, как минимум, мы видим, что когда мы с текстом хорошо, почему форма, структура, да? Мы поработаем с текстом, уже сам текст нам даст, может быть, даже план проповеди. Мы можем взять какую-то общую тему и развить весь отрывок. Вот, пожалуйста, три пункта для проповедей. Провозглашение власти, повеление, то есть, явление царя, повеление царя, заверение царя. Это уже проблема. Можно остановиться просто на власти. Явление о власти Бога. Можно остановиться на втором пункте. Итак, идите, научите все народы. И можно остановиться на третьем. Но, в любом случае, мы не можем вырвать, ну, просто взять. Иисус сказал, что Он с нами во все дни до скачания века. Такая библиейская истина, братья и сестры. Господь заверил, что у него есть прочное обетование. Это обетование, там, он с нами. Ну, подождите, ну, это часть одного текста. Он не просто с нами. Он с нами, когда мы поклонились Ему, признав Его владычество и господство. Когда мы верны завету, помните, что в каждом завете есть требования завета. Верны с нашим заветным отношением идти дальше, продвигать историю Бога. Потому что апостол Павел вдруг понял, в чем дело. Мы его находим в Риме в конце книги Деяния апостола, в которой невозбрано проповедовал царство Бога. Он понял, что дело. Понимаете, да? Есть, да? Давайте выберем одна тема, так? Выберли какую-то одну тему. Это уже будет ваш выбор. Но главное, чтобы это была одна тема. Тема, которая, ну, как можно проще бы выражалась. Здесь может быть одна тема и одна какая-то библейская истина. А они, гамилеты, используют такие термины, как тема и рема. Тема – это то, о чем говорится. Рема – это то, что происходит. Но просто я не хочу сейчас загружать это так просто. Тема – библейская истина. Например, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Тема какая здесь может быть? Там, скажем, Божья любовь, да? А истина какая? Бог настолько любит падшее человечество, что… То есть это библейская истина, которая нас чему-то учит. Но тема – это то, о чем этот текст может говорить, да? Кстати, вот Иоанн 3,16. Там тоже множество. И Божья любовь, и искупление, и погибель, если человек ответный, да? И спасение через веру. То есть там масса тем. Мы выбираем одну тему. Эта тема должна быть подключена к одной библейской истине. Мы говорим, например, здесь, что Иисус есть царь. Тема, да? Библейская истина. Бог уполномочил или инаугурировал Своего Сына, Иисуса Христа, являть Его Царство. Или там истина. Мы ученики Иисуса Христа. То есть мы в церкви Иисуса, да, мы призваны идти научить народ. Библейская истина. Нам повелено учить через крестик и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы выбираем одну тему. Эта тема должна произносить одну какую-то истину. Там много есть. Есть исключения, множество значений. Но нам нужна вот всего лишь одна. То есть одна тема, один текст. Одна библейская истина. Это не означает, что вы не можете сославствовать, как вы знаете, помните? С этого начинается речь Евангелия Афгария, когда рождение Пустья Христа, явно, что он будет нас в этом время, он будет знать. Это не означает, что вы не можете сославствовать, но слушайте. Или если вы все встречи, перечитайте, должна подключиться один декабрьский, два русских. Один декабрь, да? Одна тема. Есть, да? Можно взять, опять же, структуру. Там у вас примеры. Я вам дал. Очень важно. Сколько вчера я тоже очень так маниакально пытался вам доказать и показать, насколько эта часть исследования важна. Увидеть структуру текста. Увидеть его форму. То есть это, конечно, с опытом приходит. Чем больше работаем, тем больше видим. Вот, конечно, неплохо. Я думаю, что курс гамелетики, конечно, лучше делать после вводных курсов в богословие, в герменевтику, в ветхий, в Новый Завет, потому что тогда у нас есть уже база. Но ничего страшного. Но если мы готовим пробовать, мы должны исследовать текст. То есть мы не можем миновать исследование текста. Идем дальше. Значит, выбрали один текст, выбрали одну тему. Ну, это так, под пункт, что все-таки для начала лучше один текст, сфокусироваться на одном тексте. Затем для нас должна быть, мы хотим научить одной библейской истине. Одной библейской истине, да. Да. Теперь. Но нам нужно знать, каковы нужды и каковы желания церкви. Человека, церкви, общества. Потому что мы коммуницируем, да. Мы передаем дальше. Вчера я попытался вам показать, как мы видим, что коммуникация библейских книг, а это была коммуникация, был отправитель, был автор и были получатели. И автор реагировал на нужды. То есть он не просто так писал, так, сел-ка там в лукаре, «Ну, сейчас напишу-ка я евангелице, денежку заработаю». Нет. Мы не знаем, скорее всего, Феофил, если это была личность историческая, был его патроном, был спонсором этого проекта. На его деньги, скорее всего, он поехал туда, в Палестину и работал там, собирал материал. Более того, ведь евангелисты, авторы, которые писали Евангелие, они еще не знали, что они пишут Евангелие. Потому что как жанр Евангелия, вот наименование, что Евангелие – это жанр, да, литературный жанр, это уже возникло не позже, но датируют где-то 225-м годом, то есть это Третий век, когда четыре Евангелия были уже вместе, обнаружены, им был дан термин «Евангелие». Да, Марк начинает свое повествование, начало Евангелия Иисуса Христа, но он говорил о содержательной части, он говорил о более содержательную часть, нежели о форме текста. Они даже не думали, что они создают почти новый жанр литературный, Евангелие, который похож, может быть, на античную биографию, но там было что-то отличное. Это спор в библиистике, является ли Евангелие новым жанром, или все-таки это как античная, древнеримская биография. Они знали нужные желания. Потом был пример с Паралепоменон и Царств. Уже в Библии видим, что текст – это автор, ситуация и читатель. Значит, наша проповедь тоже должна, это знаете, как фонарик, который вот в темноте высвечивает, да, вот что-то из темноты и освечивает. Если взять так представить, что вот этот луч, вот это вот есть коммуникация Слова Божьего, а то, что он высвечивает, вот это вот нужда человека. Так называемая в одной книге проповедь, в центре которой Христос, очень хорошая книга, Чепмен, он так сказал, что он так, опиг, опиг, то есть такая вот у него аббревиатура, это что-то очень зона применения, я не помню, что такое оп, применения греха, да, то есть в какой области греха проповедь применяется сейчас, что он нас сейчас освечивает, что высвечивает, вернее. Мы нам нужно знать нужды и желания церкви или общества. Например, ну всякое, мы сейчас переживаем что-то, я вот для меня вот эта проблема, мы начинали, большинство молодежи в церкви, сейчас они подросли, они встречаются с вызовами взрослой жизни, с реальной жизни. Некоторые уже по-взрослому реагируют, некоторые думают, что они еще молодежь. Ну, еще хотят поиграться. В жизнь, поэтому я всегда говорю, что не существует молодежных церквей, потому что нету двух рас на планете Земля, есть молодые и старые. То есть так люди не делятся. Молодость и зрелость – это просто периоды жизни, а не вечное состояние, это не расы. У детей сказано, что есть вечные старики, есть вечные дети. И мы обычно такими категориями, рамками так и подходим к обществу, к церкви. Как вас, понял, волнует ли вас проблема молодежи? Нет, не волнует. А почему? Нам нужно волноваться о проблемах стариков. Как? Значит, это шкурный вопрос, потому что мы будем сами стариками. Если мы сейчас не подумаем о стариках, значит, мы не подумаем о себе. А о молодежи что думать? Они завтра уже проснулись, и уже не молодежь. То есть я, понимаете, я просто культурирую, нам нужно, но на самом деле слишком много шума вокруг временных вещей. Нам нужны служения для подростков, для молодежи, и все. Ну, бывает так вот маниакально, вот, как будто это все, ну, ты проснешься завтра, и ты увидишь, помнишь, у тебя уже кризис среднего возраста. Но, тем не менее, я понимаю, я смотрю, у нас был цикл апостоли Павли, то есть я прекрасно понимаю, что я выхожу, и кто-то потерял работу, не может найти работу. Некоторые девушки смотрят, говорят, пастор, когда мы наконец выйдем замуж? Да, это второй, они говорят, после спасения вопрос. Как я могу это и доверять? Значит, нужна какая-то надежда. Не могу нам рассказывать, а подождите там. Ну, они вот так вот смотрят. Ну, я им не обещаю, в смысле, не пророчествую, но вопрос есть вопрос. Ну, умею до них не злиться, а в смысле, что я им сразу говорю, то есть я таким говорю, что мы приходим в церковь даже, к Богу, с своими проблемами, то есть некоторые приходят, думают, говорят, за спасением, а за устройством личной жизни. А потом некоторые говорят, да, действительно, я думал, что если я приду к Богу, то есть Он благословит, у меня будет, ну, в личной жизни все нормально, а она никак не устраивается. И что дальше? Поэтому я так и говорю, что, проповедь там можно говорить, что нас привлекает и держит церковь? С чего мы ждем? Если нас привлекает, мы хотим новые друзья, все, вы скоро в них разочаруетесь. Если вы думаете, что вы в личную жизнь устроите, вас могут тоже ждать разочарования. Вы ничем не лучше библейских героев. Тех женщин и тех мужчин, тех парней и тех девушек. Ничем не лучше. У нас есть эгоизм, да, вот, большой, до 21 века, что мы лучше, мы не лучше, вы будете, мы будем переживать примерно такие же самые вещи. То есть, понимаете, я должен, поэтому в церкви своем неудобнее, я знаю нужду. Но есть какие-то общие нужды, общие проблемы, да. И очень важно, что ваша проповедь, она реагирует уже, уже мы хотим решить какую-то нужду или какие-то желания. Это может быть нужда или желание внутри нашей общины, касаться какой-то проблемы. Например, послание или риторика послания Коринфянам сразу же видна. Там были какие-то проблемы, там слухи от домашних лойных. Мне вот, они мне смс-ку прислали, или вчера в фейсбуке, или в скайпе, они все рассказали. У вас там просто кошмар какой-то, а не церковь. Насколько можно поделиться партией, настолько вы уже и поделились. Мы должны знать нужду. Или наоборот, мы знаем, мы реагируем на нужду не внутри церкви, а вне церкви. Мы живем в районе, где, допустим, наркомания, да, или там большая преступность, или много, скажем, стариков, которые действительно там, ну, у них какие-то проблемы. Ничего страшного, если я проповеди знаю, есть нужда за забором церкви. Мы очень, у нас все круто, все, Иаков и вообще Тора повелевает. Дов и сирот, это истинное благочестие, это презирать, то есть быть заботливым, внимательным к домам и сиротам. Значит, есть социальная проблема, не нужно ее бояться, нужно ее решать. Да, раньше церковь пережала время, начиная даже с Иерусалима, она пережала время, создала такое общество, такую общину, о которой просто никто не мог себе даже вообразить и представить. Но это община Святого Духа, это новое творение, он как дух творения, помните, над тогуба Богу, над хаосом, творил новое творение, это тема творения, богословия, оно продолжается. Иисус говорит, что кто во всех, тот новое творение, новое творение. Более того, когда мы серьезнее, глубже, можно изучить богословие творения, мы видим, что хаос для Бога, это не только тот первозданный хаос, это, например, египетский плен, это когда вообще народ отступил от западей, и это хаос, это тогуба Богу. И тут вновь используется язык творения. Кстати, я не знаю, как вы считаете, если посмотреть Яна Крестителя, когда он крестит, пророк Израиль, то он с ним поступает так, как будто он язычник, который проходит через Твилу, Твилу, да, вот, с Израилем. То есть пророки всегда выступали, и они очень были радикальны. И он, то есть, а начать новое, что-что? А что делать, да. То есть, ну и так далее. То есть видим множество, ну и, опять же, нужда за церковь. В обществе какая нужда. И проповедь моя может быть направлена на какое-то побуждение, побудить церковь. Пойти, вот мы сейчас получили там коляски инвалидные, да, то есть сказал, вот, пойдите, узнаете по соседям, родственникам, знакомым. Мы можем благословить, дать вот, ну, мы оплатили там перевоз, ну, там коляски дорогие, но, то есть, есть нужда. Мы это не делаем до выборов, ну, что дай кому-то депутату сделать себе пиар. То есть, еще непонятно, пойдут ли они по адресу. Есть нужда. То есть, желание, нужды, желания, то есть, очень нам нужно знать. Конечно, пастору проще в своей общине, потому что, ну, мы все варимся. Но не только проблемы у нас должны были быть нашей церкви, нашей общины и вне церкви. То есть, это еще одно. Нам нужно сформировать, с какой нуждой, с каким. Или, если мы вернемся к нашему тексту, великое поручение, видим, что наша церковь немножко приборзела уже так. Такая сонная, там, ничего не хочет. Значит, мы понимаем, что надо церковь дать ей хорошего, чтобы она сделала решительный шаг вперед. Вот. Нужно сделать хороший пинок. Да. Поэтому вновь поднять, да, то есть, и пойти. И опять же, а есть нужда, да. Это же часть программы восстановления мира, отношения человека с Богом и друг с другом. Поэтому я вижу нужду, что церковь перестала исполнять дверная. То есть, я сам перестал, да, например, там все. Или наоборот, я вижу, ну, это часть, ну, я вижу, ну, реально люди погибают, есть много там людей, которых, и при том же, это потенциальная, да, вот, ну, почва, которая, ну, сприятливая. Как-то вот в 98-м году, я не был, в 97-м году, когда учился в семинарии, еще в первой, и мы ездили там раз в год по церквям баптистской, это баптистская семинария. Как бы, ну, рекламировали семинарию, там, приглашали. И были в одном таком городке, и там такая хорошая церковь, такая, знаете, братская такая, консервативная, традиционная такая, знаете, вот, которая вот прошла все, уже там и танками ее давили, бульдозерами там, закатывали катками, они выстояли, такие, знаете, вот, из тех времен. И, значит, был в доме, нас там разбирали по домам, и, значит, один дьякон говорит, вот, говорит, все, конец, все, придет Христос завтра скоро вот. Я говорю, а почему вы так решили? Никто не воспринимает Евангелие, молодежь вообще не приходит в церковь, никто не приходит в церковь. Я говорю, а вы куда-то ходили вообще-то? Куда? Никто не слушает. То есть они ждут, что сейчас вот так, очередь такая, ну, пустите нас в церковь, пожалуйста, мы хотим послушать ваши проповеди, да, то есть, ну, такое, ну, это бывает так, что приходит человек, да, ну, такого же нету, движения. А только перед этим мы были в одном городе, где был такой клуб, сейчас это уже церковь, если вы слышали Альфа и Омега там, где в Петровске, и там был тогда клуб, и помню пастор Миша с Батистской церкви, и там такой, значит, они стоялись, такой старый молитвенный дом, но там все так было уже по тем временам, уже так, смотрю, так круто, новые стили, какие-то куча молодежи по тем временам, а ребята, часть из них из такой среды, ну, Батистской такой, ну, вот и в семьях выросли, для них это был шок, как они там хлопают, там некоторые в сережках, это еще 90, ну, и это было, ну, как это, а мне так это понравилось, я вдруг ожил, я любил рок, все, и вдруг я таки видел новые картинки, перспективы, потому что все-таки мое, как бы, духовное рождение и воспитание было в консервативной такой, я сам не вырос в христианской семье, но, тем не менее, тут я увидел такие новые, ну, картинки, столько молодежи, я говорю, вы знаете, мы вчера были вот там, где? Это же Содом и Гамора, там все, там, вот, они даже никуда и не ходили, они даже и не думали, то есть, ну, поэтому и конец света, все, конец мира, потому что к нам никто не приходит, это такая вот, а этот пастор увидел нужду, увидел потенциальную аудиторию, реагирующую, есть такая почва, что она действительно не реагирует, а он увидел, да, и действительно, и его действия, его проповедь находили отклик, вот, поэтому нужда, мы должны знать уже нужду, желание, максимально, конечно, это проблема, когда едешь в другой город или, ну, есть общие нужды, все мы грешники, да, то есть, мы все грешники, как сказал, есть одна хорошая книга по богословию, и там раздел о Боге, начинается с такой истории, как молодой викарий спрашивает, скорее всего, методистской церкви, потому что автор богослов вислянского направления, он говорит историю о молодом викарии, который спрашивает своего епископа, да, как быть успешным в проповеди, чтобы была проповедь хорошая, он говорит, этот епископ такой уже, видно, опытный, говорит, говори о Боге и делай это минут двадцать, и это правильно, потому что проповедь должна быть явлением Бога, она богоцентрична, да, есть общие темы, все равно надо говорить о Боге, да, но это истина, это правильно, но нам нужно знать, что проповедь должна нащупать второй берег моста, ведь это мост, нужно перевести, есть, да, и затем мы формируем риторическую цель, то есть какова основная цель нашей риторики, какова наша риторика, и есть несколько подходов, одни говорят, например, ну цель такая проинформировать, прояснить, научить, но мы сразу это отвергаем, ну как отвергаем, ну пока это не наша сейчас забота, потому что мы говорим о проповедовании, да, которое больше на действии, значит, два ключевых слова здесь, я хочу человек, я хочу церков вдохновить, или я хочу церков убедить, в принципе, это как бы близко, да, но вдохновение это больше поднять такой, знаете, дух, эмоции, да, и раз, и пошли делать, убедить это, когда нужно просто проломать, ну какое-то убеждение, да, то есть убедить, но и вдохновить, и убедить на действие, я не просто хочу проинформировать, раскрыть и прояснить неясные детали текста или библейской истории, у меня вот такая была проблема, то есть, ну я попал в церковь, она уже таких времен, и знаете, я попал в время, когда вот, я вот смотрю, сейчас уже может быть не везде, а так, но вот общины тех времен, когда вот были гонимы, да, то есть, они были закрыты, и они варились в библейской истории, и вот даже библейские фразы, то есть, какие-то вот аллюзии, всегда примеры, и я иногда тогда вот слушал проповеди, там были еще старцы такие, мне казалось, это, конечно, так более так шутка, но может быть, в каждой шутке, знаете, есть доля шутки, мне казалось, что проповедь, что это как вот братья между собой состязались, кто глубже там залез, знаете, как вот есть фокусники, у него такой мешок, и он так раз, он так раз, раз, раз залез, и такой, хопа, кролика достал, ну или шляпы, да, опа, вот это, да, и все остальные сидят, ну в следующий раз, подождите, я там всю неделю там раз, раз, и тоже выходит с такой шляпой, там раз, снова кролика достал, опа, то есть, нужно обязательно что-то такое выкопать, что кто-то еще никогда, ну, этого не вытягивал, потому что четыре проповеди, каждое воскресенье, и это же, ну, и 70 с чем-то лет этой церкви, то есть, и уже слушали, переслушали, где-то показалось, что это вот проповедь, это такое состязание, что ж там такое вот вытащить, да, вот, и вот оно все, а, вот, нет, ну, во-первых, проповедь, это не состязание с другим проповедником, во-вторых, это не желание что-то вытащить на свет Божий, да, вот, церковь какое-то значение или какое-то имя, там, Кринга-Пух, там, дочка Иова, она была самой красивой, между прочим, имя такое, понимаете, цель проповеди, вдохновить на какое-то действие или убедить это действие сделать, вот это будет проповедование как действие, понимаете, обучение, лекция, я могу там быть впечатляющим, не впечатляющим, эмоционально, не имеет значения, дал вам информацию, все нормально, записали, там, сдали экзамен, получили, там, пять двойки, все нормально, вся, миссия закончена, хотя, конечно, мне хочется, чтобы лекции тоже были трансформирующими, но тем более проповедь, поэтому наша цель, риторическая, когда мы избрали тему, текст, истину одну, понимаем, что мы хотим эту истину, хотим двинуть, столкнуть с этой истиной, мы знаем, на какую нужду и желание мы хотим, ну, максимально, понимаете, я не могу, и мы все не можем проникнуть во все сердца и все мозги, ну, что-то такое вот определенное, да, и теперь есть цель, я хочу вдохновить, я хочу вдохновить церковь, повиноваться, повиноваться, повеление Иисуса Христа идти научиться народу, или я хочу убедить, что присутствие Бога с нами будет всегда, когда мы верны Его великому поручению, аминь, аминь перемен.